Девушки отдыхают На колесах Дедушки Мороза добралась и до Ингушетии. В числе встречающих новогодних гостей зампредправительства Марьям Амриева. И мы сегодня должны от души порадоваться, дорогие ребята, используйте это мгновение. Посмотрите, какие красивые у нас гости. Конечно же, дорогие ребята, мы с вами уже знали, что к нам в республику приедет Дедушка Мороз. 41 город он посетит, да? И вот мы очень рады, что из этих городов наш Дедушка Мороз выбрал город Назрань и Ингушетию. Правда? Да! Желаю вам, дорогие ребята, сегодня от души повеселиться, получить истинные радостные ощущения от общения с такими сказочными, прекрасными гостями. Добро пожаловать! Первая остановка была в Вологде. Свой путь Дедушка Мороз начал 5 декабря. За это время осчастливил десяток тысяч человек. И сейчас настала очередь ингушских детишек. Экскурсия по Снежному дворцу началась в четвертом вагоне с увлекательного квеста. А теперь нам нужно их сложить. Куда? Мешок. Мешок. Я вот никак не могу его найти. Всегда его теряю. Вот он. Всегда у меня пропадает. Где мешок? Не видели? Где-где? Да! А, вот он. Спасибо большое, что нашли. Итак, давайте вспомним, какие подарки зеленого цвета мы с вами нашли. Леденец, елка, книга и еще один декабрь. Так, так, так. Да, не торопитесь. Саша, давай проверяй. Я так быстро не умею. Я услышал леденец. Есть у нас леденец? Да. А, елочка есть? Леденца услышал. Леденцы. А сколько леденцов было? Два. Две. И только после этого открывается дверь в передвижную приемную Деда Мороза. Однако одного билета для входа мало. Вера в чудо и волшебство – вот главный пропуск. Ну, а после самое интересное – общение с настоящим седовластным волшебником. Ну, как-то вы другого молодца рассказывали. Дед Морозу написал, я письмо-заявочку. И в письме я заказал на Новый год подарочки. Ноутбук, планшет, мобилку, галакси-семерочку, герскоттер-монопод и для селфи-палочку. Новый год пришел под елкой, вижу свой подарочек. Открываю, и мне в руки падает котан. Рад я был с вами повидаться. Да хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья, любви. И пусть в ваших сердцах живет только добрая сказка. И всего вам самого-самого волшебного. Проводник тигренок вас уже заждался. Начипите, торопитесь. Вставайте паровозиком, и вас наш помощник подойдет. Одну из первых побывала в гостях у волшебника и отведала северный пряник Дана Цурова. Девочка впервые увидела его так близко, впечатлений хватит на год вперед. Расскажи, что тебе сегодня здесь понравилось больше всего? Это, встречаться с Дедом Морозом, с ним фотографироваться, и он нам давал подарки. А что он тебе дал? Он мне дал журнал и еще, еще, еще он мне дал какой-то подарок. Покажешь нам? Да. Ну-ка, что там у нас? Вот. Какой? И еще вот такой подарок. Сказочный поезд – немаленький. Девять вагонов для зимнего волшебника и его помощников. Первый, второй и третий согласно правилам технические и доступны лишь сказочным персонажам, которые обладают магией. Шестой вагон – ресторан для чаепития. Девятый вагон – лавка. Здесь можно приобрести сувениры от Деда Мороза. Кстати, в состав новогоднего поезда входит вот такой ретро-вагон с тематическим оформлением, начиная с фотоснимков, заканчивая дизайном. Ну а самое интересное – в этой кабине, где каждый сможет запечатлеть новогоднее чудо. Каждый год зимний волшебник получает более 400 тысяч писем и около полумиллиона посланий на электронную почту от ребятишек со всей России. Несмотря на то, что дедушка путешествует, письма к нему попадут точно. Работает и резиденция, и почта. Но если кто-то переживает, что письмо не дойдет до главного новогоднего почтомата, то конверс пожелания можно заполнить здесь, как это сделала Ясмина Барахоева. Почему ты решила написать ему письмо? Просто хочу телефоновать. А почему любишь Новый год, если любишь? Зима, кататься, на санках. Новый год, мороз, снегурочка. А вот Абдуллах Аль-Мурзиев в чудеса не особо верит. Но отказаться от нашего предложения, написать письмо не смог. Теперь будешь ждать. А вось сработает. Ты в этом году себя хорошо вел? Да. Как ты думаешь, дед Мороз подарит тебе подарок? Не знаю. А что бы ты хотел получить? Ну, горный скрасник. Сказочный пояс украшен сотнями огнями. Такой состав виден издалека. Кстати, желания загадывают дети такие же. Яркие, теплые. И желают лишь доброе, счастья, любви и, самое главное, здоровья всем близким. Я верю в новогоднее чудо. Я видел День Мороза. Мы там рассказывали стихи, пели песни. А что бы ты загадал на Новый год? Чтобы все люди были здоровы. Я поздравляю всех, всех, кто здесь зовет. И, конечно же, свою учительницу, Фатима Магомедовна. В каждый год сказочный пояс будет добираться к 9 утра. Так у жителей будет несколько часов на общение с дедушкой. Кстати, в Новый год волшебник остановится в Розе хутор. В столице увидеть его можно будет 5 января. Домой же вернется в канун Старого Нового года. Лелку мы убрали сами, ледочки повесили. Мы плетем, расскажем маме, как нам было весело. И вдруг на лелку прилетели мои птички, как под лелочкой сидеть, зайки да лисички. Как мы лелку зажигали лягами, как у лелочки писали, все расскажем папе. Хава Гагиева, Мухаммед Шаухалов, Новости 24.